давайте все таки это будет такое историческое видео давайте скажем сегодня 29 февраля 2012 года дело в том что эти часы подарила жена негина на первую зарплату рустама на радио маяк до выборов президента россии осталось всего-то четверг пятница суббота три дня ситуация в стране наколена и какими мы будем следующем выпуске тест-драйва не знает никто будем ли мы работать на радиостанции маяк также свободно ходить по улицам этого большого прекрасного города который для меня стал родным ничего не известно если кто станет президентом вот будут ли митинги значит страна находится в таком втомительном ожидании первых дней после выборных когда лидера оппозиции грозят вывести на улице крупных российских городов тысячи сотни тысяч граждан которые должны будут протест протестовать против результата выборов которых мы до сих пор еще не знаем кстати мы говоря уже не можем даже озвучить предварительные данные соц опроса вы это все можете вы можете вообще все я делаю ставку короче в следующем выпуске тест-драйва мы узнаем кто но я думаю что президентом российской федерации станет владимир владимирович путин потому что именно владимир владимирович путин запускал конвейер в санкт-петербурге на котором собираются эти прекрасные автомобили toyota camry так я подвел а мое ощущение что 5 марта страна проснется с президентом медведевым и это факт это факт ребята значит друзья мы сумасшедшая история действительно toyota camry на изменилась в корне это совершенно другой автомобиль чего мы привыкли видеть и честно говоря внешний вид этого автомобиля не радует да абсолютно не радует пойдемте посмотрим как следует подождите подождите дайте дайте внешний вид не радует не радует ваш сергей кстати говоря внешний вид потому что на вас появились внимание уважаемые зрители ботинки боты вот и вот это действительно какая-то фигня сергей а это что за подарок тренд это тренд ну хорошо давайте итак друзья мы обратите внимание если предыдущая toyota camry была автомобилем тяготеющим к представительскому классу салон категории е которым удобно может могут ездить бизнесмены то несмотря на всю внутреннюю эргономику которая осталась такой же просторный удобные все и все дела внешне автомобиль приобрел черты спортивного это этот автомобиль больше теперь уже похож вот давайте девушку спросить фразива можно за секундочку один вопрос один вопрос один вопрос вы прекрасно выглядите как вас зовут ну как мы ирочка скажите просто вам нравится вот такая машина рус закрой капот закрой капот закрой капот ира мир мир ира здрасте не за кого будете голосовать на улице достаньте закрой капот ира вот узнаете этот автомобиль какая-то модель camry новая нравится она вам больше чем вот предыдущем кузове или 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 прошлый был удачный серьезно а вот эта машина по вашему сколько может стоить рубля ориентировочно при такой внешности при такой внешности но не меньше 800 800 тысяч да ну а себе бы купили проходить я бы старый вариант старый спасибо спасибо прекрасная девушка голосуем 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 за кого вы голосуете россия без путина путина на нары а вот спросим мужчину прекрасно здрасте а за кого будете голосовать вы гостарбайтер а будете работать хорошо хорошо ну откройте мотор ничего нет лучше чем когда человек занят своим непосредственным делом сказал руководитель я кстати в титрах на торренте на рутрекере нашел сборник наших больших тест драйвов а я вам не раб чтобы открывать иди сюда открывай открывай у нищих слух нет вот так вот нашел на торренте наши программы и там написано режиссер с телами поэтому я на правах режиссера сергей а где вы такие гейские башмаки уже обсудили а вот смотрите заплатки даже это это значит для натоптуши потому что обычно сбоку кость такая вылезает к концу жизни ну давайте посмотрим эта машина укомплектована мотором 363 запятая 150 литра индекс три с половиной но это вранье 3 150 эта машина объемом в 6 мотор 277 лошадиных сил и вы знаете друзья я скажу вам следующее ребята это самый из тех которые я видел на автомобиле не материмся это самый приличный мотор которые до серьезно так вот друзья посмотрите обратить внимание на рубленные черты теперь а дизайна да вот особенно с этой стороны издалека покажи машина явно претендует на то чтобы соревноваться с honda accord настройки этого автомобиля изменились рулевое управление подвеска все стало заточено под кайф от управления этим машина этой машины в спортивном акция уступите скорой управление управление этой машины доставляет удовольствие это самый необычный идеологический аппарат сегодня на рынке это представительский седан со всеми качествами спорткара ребята а для кого эта машина для меня становится загадкой то что camry предыдущую очень часто брали в представительство каких-то компаний для руководителей до для того же активный автомобиль чтобы возить так сказать сильных мира всего какой-то там его ну как локально локально сильно на западе курган тюбэвиллс нет нет я имею ввиду рустан на пресс силен в ягодице много раз можно в русском языке рустам сюда кто-то вот как колосова колосова сильно напередок допустим да ну и разные люди пойдемте задницу но в целом машины идеологически еще раз повторюсь мне непонятно то есть это реально отличный спорткар поджатая подвеска исчезла эта американская валкость но с дизайном сотворен конечно антиподвиг это урод уродович уродов номер два посмотрите линии задницы но это извините меня даже не шевроле эпика шевроле эпика был даже гармонично потому что у нее она пошире чуть-чуть шевроле эпика реально страшно а зачем у нее труба в трубе но не надо показать дизайн подождите вот сбоку она неплохо вот эта линия вот ну вот такая вот это вот если вот так вот если вот так смотреть ну-ка отойдите отойдите ну то есть если вот так вот по дугам смотреть на машину то она красивая она даже знаете чем-то напоминает вот этими угловатости знаете когда знаете когда а когда вот я скажу рустаму в лицо это я думаю что когда ваша супруга смотрит на ваш орган на так сказать анфас она тоже на думать что он наверно длин когда не видно реальных вот этих вот вы так думаете реально а вы когда-нибудь прикладывали линейку к чему в длине куда никогда не раз вообще ни разу не разу ли даже напишите если вы прикладывали линейку пришлите фотографии на конкурс по колено точка ру вот значит давайте отлично посмотрите какие сапожки а вы шнуруете или застегите молнию душа скажи один вопрос узнаете эту модель что это такое ну примерно ну нравится вам такая машина сколько стоит до пятнички ну давайте говорим это другая машина 700 тысяч 700 тысяч спасибо спасибо как вас зовут юля кем вы работаете юля юля мы найдем вам мужа в интернете он будет зашнуровать ваши фут фетиш бутсы 750 а пей 1 сказал 800 800 так дешево но она полтора стоит вот с этим мотором а сколько низшая комплектация 2 и 4 нам традиционно я не знаю а по моему от миллион с копейками миллион с копейками как моя раф 4 она стоила я ну смотрите ноги протягивать ноги протягивать сайт смотрите первый наверно автомобиль где вот так вот свободно даже ноги закрыть при этом не надо не надо голова ничего голова то вы снимали в щель снимай о смотрите все не закрывай вот это круто вот смотрите есть багажники и крючки правда почему-то расположены где-то вот ну не очень удобно мне такое ощущение для того чтобы там я уже поднимала вот так у нас кстати вы видите женщина ты все одни и те же экспертный совет назревай они вас влюбили сергей каждый день здесь ходят ждут вас а ну и давайте вот смотрите несмотря на то что это седан ну в каком классе бизнес да да и конечно нет но смотрите насколько все равно примите ли не хлипкие вот ну кто количество металла а зачем багажного большое количество металла вот смотрите слышите ну это вопрос и он де соляри закрывается багажник у это совершенно не важно но зато когда вы оказываетесь на заднем диване нет значит друзья мы первое что бросается в глаза из внутренности это конечно дешевое мерзкое пластмассовое дерево друзья мои я не знаю почему азиаты а это касается и корейцев и японцев почему им так нравится бляха-муха это дерево а у них это дерево просто они берегут они зеленые посмотрите сколько места а заведите пожалуйста я покажу кресло значит дайте как они двигаются обратите внимание друзья сижу я максимально простор нет но серьезно удобнее машины для выключи радио удобнее машины для заднего пассажира конечно не придумать более того весь фарш выключи радио выключи его нафиг выключи да кнопку нажми вот это колл смотрите выключи радио все все значит смотрите ребята а управление вмонтировано вот в меж искать в меж какую-то там в меж температура регулируется здесь трехзонный климат-контроль спереди две зоны сзади одна да можно регулировать температуру себе значит здесь у нас что есть огромный бардачок с прикуривания здесь у нас давайте достанем вот достанем сюда а здесь еще и бутылки можно две комфортно да значит дальше смотрите ребята здесь управление шторкой а также шаде шторка называется шейт шейт я могу управлять шторкой но правда нахер это я не знаю значит дальше подогрев задних сидений естественно вот подогрев сидений и самое главное брат надо снимать это издалека потому что я могу управлять спинкой заднего спины спинкой заднего сиденья это опущено да вот я могу его поднять и сидеть как бы в деловом темпе деловом темпе вот просто а могу опустить и фактически я чувствую себя сзади вот полу реально полу лежачее положение то есть я реально нахожусь в бизнес-классе парни только одна очень короткая вот короткое сидение когда вот ты лежишь ну видите так наоборот съесть вот сюда как попа а то расстегиваем штаны и ты начинаешь приниматься за свою привычную работу да да эта машина классно для тех кто любит когда не успел выбраться вовремя из бизнес-кресла да посмотрите покажите дырочку да у меня вот юсб-шки нету а есть только вот эта дырочка что это такое что туда можно вставлять а на хрена мне наушники ты можешь с плеера подключить плеер плеер может подключить через плеер выход такой специальный мини джек но это вчерашний они ну смотрите вот удобно вот эта штука да и ребята это реально охеренный салон то есть вот что что в этом машине вот именно с этим трех с половиной официально как он называется литровом двигателе не дайте не надо колоссово нажимать кнопки которые вы не знаете предназначение вот так вот что в этой машине несоразмерно да это идеология внешняя действительно спортивной динамичной машины до в большей степени трех с половиной литрового движка офигительно 277 но отличный мотор отличная коробка вообще абсолютно и вот эти вот это заднее кресло в котором реально сидит какой-то но человек который решает какие-то вопросы да типа да но я но я нашел вариант так это универсальный семейный автомобиль днем и в буднее время это владе по менеджер хозяин семьи гоняет а по выходным он своего любимого папу с мамой куда-то ввозить ну или жену ну вот людей до которым комфорт потому что по трассе она идет офигительно ребята единственно что в этой машине очень плохая шумоизоляция колес вообще когда едешь арки не изолирована вообще каждый шорох этой иголкой поищу когда иголки этой чего иголка шипы каждый шип слышен шип давайте посмотрим тебе с другой стороны на салон обратите внимание кстати комфортно можно во первых посмотрите сколько места у меня сзади вот сергей абсолютно свободно сидит спереди жак водил тыс спокойно салют и вот смотрите из я сзади в этом полу лежачий единство прикол на переднее сиденье регулируется во всех плоскостях по моему даже электро регулировка руля на из электро а вот пассажирское сиденье по высоте не меняется только вперед назад и спинка двигается то есть передний сиденье на зафиксирован на высоте значит смотри друзья что касается дизайн издавека пока значит первый в мире прошитый пластик я вот как это полу мягкий пластик а полу кожа ребята но может быть это называется кожей но с виду это пластик ну а не не искай это кожа но зачем она здесь я не знаю потому что рядом уже дубовая пластмасса рядом царите она просто по соседству и нафига это надо дизайн панели центральной бороды да вы помните прошлую камри голубой такой вот космический пластик красивый все японская типа даже почти как на электромобилях на этих да как на приусе ну что такое здесь дизайн совета джип абсолютно это мне вот больше всего напоминает какой-то пожар не не поджигает как его нет но это большой у них правда какой-то правда как они так и сделали чтобы все все было одинаково да значит я не понимаю этого этого прикола вот все остальное музыка здесь стоит кстати говоря какая вот фирма прощите музыку музыка джебель да я вам скажу следующее по сравнению конечно с тем что ставится на лексусы на старше семейство до компании тойота там идет марк ливенсон джебель не канает я бы не купил себе домой установку джебель честно не очень хороший звук правда не с диска не с радио ничего особенного тут нет вот управление руля еще раз напомню друзья мои четкая спортивная интересная машина реально не валкая реально для спорткара это офигенно и опять вот это вот дерево roit смотришь это ну посмотрите зато дизайн руля это самый необычный а к руль-руле с этим с магнитолой фактически на руле это ладно посмотрите сколько кнопок нет вот поспеции Да, на шлёп, накидка сверху на шлёп. Я понимаю, но это впервые мы встречаем именно такой дизайн руля. Так, давайте теперь послушаем колосов впечатлений. Нет, знаете, вы рассказали про дизайн руля. Могу сказать, что когда ты там что-то такое управляешь, вот эти штуки очень неудобны здесь, потому что они нажимаются, и это всё соскакивает. А ещё раз потрогай, потрогай ещё раз. Ну вот так вот, когда ты делаешь, вот ты вращаешь, вот ты вращаешь. И у меня, например, очень часто бывает, у меня тоже очень похожий руль. В Тойоте. И вот это вот всё нажимается и соскакивается. У меня у папы была Camry, ну вот одна из первых. С узкими фарами? Да, она была, конечно, шикарной, очень. Для меня проблемы так и остаются. Меня в единственной машине укачивает абсолютно лютое это в Camry. Ну в той старой? В старой вообще мне невозможно было есть. На заднем сидении это просто вот мы тошнили, все останавливались прям вот буквально очень часто. Вот. Теперь что касается... А, и кстати, друзья мои, пока не забыл, на приборной панели самая загадочная стрелка – это вот литры на километры. Она, в принципе, повторяет собой показания бортового компьютера, и её принадлежность до конца не изучена. Но не важно. Вот эта история, абсолютно мне непонятно, зачем они её делают, но они также вот такие вещи делают и в Ниссане. Может быть, у японцев считается это круто. Вот это вот пластик по дереву, вот мне тоже это кажется дешёвкой и напоминает похоронное бюро. А что вам так от дерева отделали? Дешёвый гроб, вот абсолютно я с Руставом согласна, потому что это вычурное и недорого. А заметили, у Колосовой слово паразит – вычурно. Вычурно. Мне нравится вычурно, потому что ж губы вытягиваются. А вы что без дела-то сидите, ребят? Начинайте уже чё-то. И она рычит, видите? Рычит вычурно. И посмотрите сейчас на циферблат. Сейчас можно будет загадать желание всем. Вот, загадывай желание. 12-12. Зыка, загадывай желание. Зыка, загадали. Всё, загадывали. 12-й год, 12-12, всё, короче. И на 12 лет президентом. Я знаю, что мы загадали. Мы загадали честные выборы. Ладно, говори дальше. Вот. Что касается того, как она идёт по дороге. Для меня это просто чума. Как она входит в повороты, как она дорогу держит, трассу. Мне её безумно нравится, эта машина. Вот. Единственное, что, когда я за рулём, мне всё время кажется, что я везу сзади какого-то начальника. Ну, вот не люблю я такие длинные машины, потому что мне кажется, что это всё-таки история для подчинённых. Но с чем сравнишь по управляемости? По управляемости. Ой. Ну, вообще, если честно, больше всего из того, на чём мы уже ездили, конечно, с аранжеровером, это вряд ли с Ивогом сравнится. Да, точно. Ну, вот это по запоминанию. Ну, а это очень вольготно, комфортно, плавно. Съедает все какие-то неровности, шероховатости на дороге. И при этом не валкая. Не валкая, да. То есть мне эта история очень нравится. Я не люблю, Серёж, дело всё в том, что я люблю высоко сидеть и... Так подними сиденье повыше. Нет, ну, всё равно. А зачем тебе? И вот это вот ощущение того, что у меня сзади сидит начальник. Тебе нравится высоко сидеть? Вот, вот видите, вот я как будто бы везу Рустама, а он мне говорит, куда мне там влить, я чувствую себя водителем. Я не чувствую себя вот каким-то вот владельцем этого авто. Я не знаю почему. Ну, это так же, как вот вы ногти не можете научиться себе красить. Я не знаю психологии, наверное, вот это вот эта история. Но машина классная, конечно. Да нет, абсолютно адекватный аппарат. И за те деньги, за которые он предлагается, даже минимальная комплектация. Мне удалось поездить и на предыдущей Камбрии, и на предпредыдущей Камбрии. Действительно, они смогли избавиться от этой, ну, от американистости этого автомобиля. Полностью ушло от этого качания, значит, развалистый ход какой-то. Автомобиль действительно стал спортивным, абсолютно управляемым, идеальным с точки зрения настроек подвески, двигателей и коробки передачи, трансмиссии. Все с местом, как и было. Ну, а что касается внешнего дизайна, зачем они такого? Слушайте, ну, я так понимаю, все-таки в угоду общим корпоративным стандартам, по которым двигается компания Toyota. Вы посмотрите на последнюю Toyota Avensis. Она же похожа на Toyota Avensis. То есть, они пошли по пути не флагман, задает тон, да, всей линейки автомобилей Toyota, а взяли, ну, по сути дела говоря, Avensis, это у нас какой класс? Ну, еле-еле D. Еле-еле D, да. То есть, взяли за основу D-класс и раздули вот этот дизайн, эти линии до автомобиля Toyota Camry. Я уверен, что этот автомобиль, так же, как и предыдущая модель, будет одним из самых популярных бизнес-седанов в стране, потому что за эти деньги, там, грубо говоря, от миллиона до полутора миллионов, купить себе действительно хороший, полноценный бизнес-седан, комфортабельный, с таким количеством опций. И самое главное, с максимальным сроком службы, как двигателей, так и агрегатов. Да иди ты в это. Совсем круто. Такие цены этого автомобиля на вторичном рынке. Это же автомобиль будет продаваться за один день буквально, да, за час, как только вы объявите о продаже этого автомобиля. Во всем остальном, японцы показывают там, что никуда они не двинулись в сторону 21 века. Все-таки, ну, мне кажется, для автомобиля этого класса, ну, можно было уже использовать фишки и материалы. Покажите нам загрузку диска, пожалуйста. Операцию с загрузкой диска. Нажмите клёузик. О, класс, вот это. Пыцк. Можно использовать в качестве подстаканника вот это. Да. Можно пепельницу, потрусить сюда. Потом нажал, и оно сбросилось. Очень удобно, да. Ну, русскоязычное меню. Что тут еще из таких? Навигация. А, кстати, не очень удобное включение подогрева сидений. Да, вот эти вот колесики. Кстати говоря, очень как-то. Ух ты, Джеймс Блант. Кто это здесь ездил? Ой, слушайте. Я ездила. А дайте мне диск этот, а? Дайте диск. Дайте мне диск этот. Ой, как я люблю. Вот 1973, да. Да, да, да. Я сразу вспоминаю Алдалузию. Что вы вспоминаете? Алдалузию. Алдалузию я вспоминаю. Семен Иванович. А вы еще тоже не сказали. Что вы думаете? Я все сказал вообще. Комфортный автомобиль, я думаю. И здесь надо ездить, а не там. Лучше Матисы. Короче, давайте сделаем вывод. Дешевый Мерседес, правильно? Ну, так, если по-хорошему. Ну, дешевый С. Ну, сколько Е-шка стоит? Не, ну, это не Е-класс все-таки. А какой? С-ка? Не, ну, в Е-классе-то, конечно же, по-мечению. Там тежло, да. Тесно. Поэтому дешевый С-класс. Тиана, в этой же категории? В этой же. В этой же категории. Ну, вот я могу сказать, что Камбри, конечно, лучше. Не, ну и Тиана. Чем? Тиана. Тиана, я тебе вообще могу сказать, что Тиана, эта машина абсолютно не для водителя. В отличие от этой. Здесь все-таки ты получаешь некое удовольствие от вождения, кто любит действительно Сиата-седаны. А в тени, да его уже показывали предыдущие. Дайте, кольцо-то, дайте, вдруг что-нибудь изменилось. Предыдущие-то, ничего не изменилось. Ногти, ногти, да посмотрите ногти. Все, ну отстаньте от меня. А у вас на ногах такого же цвета? А можно педикюр посмотреть? Ну, конечно. А кто его? У жены его своей посмотрите, педикюр. Отстаньте от меня. У Стерлигова, что вы не посмотрели сегодня педикюр? Ну дай, кольцо-то, кольцо-то еще посмотрели. Он не делает, думаешь, не красит ногти? У него, да. Пойдемте на улицу, еще пару человек спросим. Удивительная система, значит, дистанционного закрытия дверей. Первый раз такую встречаю. Вот здесь надо потереть, чтобы закрылось. Серьезно? А вы что, не просили? А у меня так и не закрывалось. Сеня, достань ключ. Достань ключ. Капот сейчас покажем, Сереге. Ну-ка, закрой капот. Вот, смотрите. Ну-ка, минуточку, погоди. Ну. Ну, вот там будет видно, да. Вот, смотрите. А где ключ? Ключ! Не, не, не. Сейчас, пожди. Надо закрыть сначала. Открыто, да, машину? Нет, ключ должен быть у тебя рядом, брат. В том-то прикол. Вот. Ну-ка, еще раз. Ну, сейчас, открываем дверь. А, она сама открывается. Да, а вот закрываем, вот. Протереть надо? Ну, вот, просто нажать все. Класс. Класс, вот это хорошо. Ну, достаточно информативные зеркала. Несмотря на то, что... Но, 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 но традиционное, традиционное для Тойоты заплевывание грязи. Когда идешь долго по трассе, и стекло заплевывается, аэродинамика, и зеркал. И не только зеркало, и все, и вот это, и капот тоже все заплевывает. Это в моей машине тоже такая же проблема. Пупсик, я открою тебе главный секрет управления автомобилем. Заплевывание... Не пачкаться. Заплевывание капота не так страшно, как заплевывание зеркала. Вообще, можно забить болт. Вот, смотри, мужчина сморкнулся, видишь? Зачем? Затем, что ему хочется чисто дышать. Это Кадиллак CLS, вот который у них, четырехдверный этот, седан. Вот звук очень похожа, особенно сзади. Отдельная рубрика в нашей программе, это Рустам Вахидов сравнивает. Слушайте, и солнце, солнце, солнце. Что солнце? Путин приносит солнце. Весна на улице. Да, весна. Поздравляем вас с наступлением. Кстати, последний день длину сегодня. Весна. 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 Я предлагаю станцевать танец весны. Ломбада. Они еще не знали, кто победит на президентских выборах. Да, они танцевали последний танец. Ну что? Сейчас у людей будем спрашивать. Сейчас найдем человека. Тем более, народа, прекрасно. А вот он. Это власть и собственность народу. Да. Кстати, друзья мои, сегодня выходил с радиопередачи, а навстречу мне шел Геннадий Андреевич Зюгар. Человек с плаката. Я скажу честно, он такого же роста, как и я, и очень теплая рукопожатие, такая мощная, теплая рука. Это хорошо. Может он в туалете был? Нет, он шел с улицы. А зачем вы ему жали руку теперь? Потому что он со мной поздоровался и сказал, здравствуйте, Геннадий Андреевич. Он сказал, удачи. Вот так. Видите? Вот так. И с этим позывом я вышел сегодня снимать большой тест. Здравия. Как режиссер. Виктория, давай меня научи станцевать. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Нет, так не надо. Это не танец. Короче. Это не танец. Но самое главное в сегодняшней программе, это, да, это, конечно, педали. Это специальные ламбада, ламбада дэнс бутс. Ламбада туфли у Сергея. Ну ладно, давайте спрашивай кого. Девушку с телефоном не будем мучить. Запахло сильно солярой. Давайте пару. Тарус просит. Давайте пару. Не отважился, не отважился. О, они, может, не целованные, так сказать еще. Вы так просто к ним подошли, как будто вы коршун. Вы же не коршун. Виктория, всем солнце. Не хочу. Увените, вывените. Я и так страшная. Отдельной ипостасией жизни женщины является борьба с прыщами. Мне нет. В юности это прыщи воздержание, а в старости перетраха. Нет, нет. Ну какие ты глупости говоришь. Это просто этот, как его, коллапс, говорю, климакс. Прыщавую видишь, сразу знает. Баловая жизнь ненормирована. Давайте у женщины спросим с чебуреком. С чебуреком. Давайте, атакуйте ее. Она не сможет убежать с чебуреком, побоится выронить. Чебурек-ТВ. Чебурек-ТВ. И тогда пищеварение пойдет нормально, а так не пойдет. Посмотрите, как плотно сжимаются, привлечь, плотно сжимаются брюки на этих ножках. Что они? Плотно сжимаются. Это аджичка. Какая-то аджичка. Ну или узбечка, как минимум. Ты национальный вопрос не поднимай, ахайник. Ты нам по сути скажи. Ну ничего, ничего. Сейчас пойдет народ. Сегодня как-то немноголюдно. Смотрите, какой мужчина красивый. Давайте, не будем. Он на Гитлера похож. Сергею что-то осыкать настало. На Гитлера вот похож. Рустам, это ваша сегодня шапка-неудачка. А? Ваша шапка-неудачка. Шапка вообще крутая. А вам так послабо. Не надо мне, у меня шапка не нужна. Почему? Я сам скажу. А что, вы брезгуете, моя шапка? Да, у вас плохие вши. А вот две девушки, смотри, давайте охмуряйте. И на них мы сегодня и закончим. На этих двух девушках. Какая-то упалашка. Узнаете модель? Здравствуйте. Я вас узнаю. Хорошо, хорошо. Теперь это машина. Узнаете модель? Что это такое? Ну, а производитель марка. И смотрим на логотип. Германия, наверное. Немецкий, да? Да. А сколько он может стоить примерно? Ну, примерно так. Полторы. Полтора миллиона? Да. Точно, очень точно. Вас как зовут? Юлия. Юлия. Чем вы занимаетесь? Я юрист пенсионного фонда. Пенсионного фонда? Обворовываете бабушек и дедушек. За кого будете голосовать? Какие у вас голубые бриллианты? Не думал, что такие бывают. А вы советуете за кого? Нет, нет. Нет, я просто спрашиваю. Я не советую, спрашиваю. Юлечка, за кого? За Путина. За Путина? Замужем? Я за Путина. Нет. Не замужем? Разведены? Да. Сколько уже вы в разводе? Сейчас мы уже разведена. Сколько вы в разводе? Четыре года. Прекрасные зубы. Это очень важно. Четыре года в разводе. Ну, а как решаете насущные вопросы? Зубы сохранились даже. Как решаете насущные вопросы? Какие вопросы? Ну, с личной жизнью, досуг. Досуг? Да. Ваши очень успешные. Эффективно, да? Да, регулярно. Юлечка, вы нам очень нравитесь. Спасибо большое. Думаю, что стоит идти, а то не уйдет никуда. А можно спать? Конечно. Давайте сфотографируем. Конечно. О! Это популярный Сергей. Мик Джаггер в Москве. Да, да. А вы узнали, кто это? Кто это? Как его фамилия? Я узнала. Это Мика Хакенев. Я Миктор Смир. О, вот это самое крутое видео, которое было. Это король Ютьюба ролик. Ради этого стоило снимать эту машину. Это да, это понимаете? Да, да. Я говорю, узнала, да. Как его зовут? Да, я узнала его. Сфотографировала? Да. Юля, спасибо. Спасибо вам. Я вас обязательно вспомню. Обязательно вспомню. Я ваша фанатка. И напишите мне, как меня помню. Да, 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 да. Спасибо, счастливо. Вы из Нижнего Новгорода? Из Нижнего Новгорода? Он из Нижнего Новгорода? Они из Нижнего Новгорода. А, вонит. Нет, вообще из гора. Из гора. Это хорошо. Брат, это слава. Нет, мне обязательно напишут, кто я. Солнце съесть. А. Да. А, четыре года в разводе, представляешь? Ну, какие, какая мне может быть память? Дорогие друзья, не прошло и двух минут. Через две минуты они вспомнили. Как зовут? Андрей Стиланов. Солнце. Провечственный. Солнце.